Конгресс США оказался бессильным в споре с владельцем фармацевтической компании Мартином Шкрелли. Он был вызван на заседание после того, как в одночасье в разы увеличил стоимость единственного разрешенного в США препарата, который жизненно необходим для ВИЧ-инфицированных и онкологических больных. Финалом разговора на этические темы стали нелестные эпитеты в адрес конгрессменов. Анатолий Лазарев подробнее. Спокойной и самоуверенной, часто съязвительной улыбкой на лице, глава фармацевтической компании Мартин Шкрелли ответил на все вопросы конгрессменов, но одинаково. Что вы можете сказать одинокой беременной женщине, у которой обнаружен СПИД, но нет денег на лекарства? Что ей делать? По совету своего адвоката, я прибегаю к праву, данному мне пятой поправкой, не свидетельствовать против себя и со всем уважением отказываюсь отвечать на этот вопрос. Конгрессмены с трудом сдерживали раздражение, но не смогли получить ни одного ответа по существу. После заседания бизнесмен еще больше подольет масло в огонь, написав в интернете, трудно смириться, что такие идиоты представляют наш народ в правительстве. Шкрелли часто называют самым презираемым человеком в Америке. Его фирма выкупила права на препарат Дораприм, единственное разрешенное в США средство от инфекционного заболевания токсоплазмоза, и резко взвинтило на него цену. С 13,5 долларов за таблетку до 750, это удалечение на 5000 процентов. Многим пациентам такое лечение уже не по карману, ведь в среднем курс состоит из 100 доз. А для ВИЧ-инфицированных, больных онкологическими заболеваниями или беременных женщин, это и вовсе вопрос жизни и смерти. Разразился грандиозный скандал. Шкрелли объяснял повышение цен тем, что препарат не приносил прибыль. Недавно у него спросили, как бы он поступил, если бы была возможность вернуться в прошлое и что-либо изменить. Он жалеет о произошедшем, но лишь потому, что продешевил. Я поднял бы цену еще выше, вот что бы я сделал. И заработал бы еще больше денег для моих акционеров. Ведь это моя первоочередная задача. Никто не гордится этим, но мы живем в капиталистическом обществе и играем по капиталистическим правилам. И мои инвесторы хотят максимальных прибыли, а не минимальных, или 50 процентов. Им нужны все 100 процентов. Тем временем, конкурент Шкрелли, фармацевтическая компания Сан-Диего, наладила производство полного аналога Дераприма. Одна таблетка стоит дешевле в 750 раз. Доллар. Компоненты этого лекарства недорогие. Мы зарабатываем на этом препарате, но в разумных, этических рамках. В конце прошлого года Шкрелли был арестован, но не по делу о медпрепарате, а по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами. Сейчас он на свободе, под залогом. Суд должен состояться в мае, а пока Шкрелли живет на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Недавно самый презираемый бизнесмен Америки купил самый дорогой музыкальный альбом в мире. За единственный экземпляр пластинки американской рэп-группы Шкрелли заплатил более 2 миллионов долларов. Алтой Лазарев, Дмитрий Вишневой, Наталья Сидорова. Первый канал. США. Продолжение следует.